Всем привет! Меня зовут Анжела. Сегодня я предлагаю вам вместе с программой «Оскар Тайм» узнать, как проходят детские фотосессии. Любая фотосъемка для глянцевого журнала «Оскар Титс» похожа на увлекательную историю, которую юные модели рассказывают на языке ярких и запоминающихся образов. Фотосессия, посвященная летним забавам, не стала исключением. Пытаемся детям дать какую-то сказку и историю каждой съемки, чтобы ребенок ее прочувствовал и смог максимально из себя это показать. Смотреть атмосфера естественности, веселья, потому что мы снимаем, во-первых, для «Оскар Титс», то есть это детки в первую очередь. Флористы и декораторы постарались на славу. Благодаря их мастерству дети побывали в уютном приморском кафе, поиграли в теннис на пляже и даже оказались в тайной комнате, наполненной самыми невероятными секретами. А удивительное переоплощение стало возможным благодаря работе талантливых стилистов. Важно было очень соблюсти грань между взрослостью и между возможностью макияжа в кадре. Мой главный вдохновитель сегодняшний был этой детки. С тех пор, как мир увидел первое фото, а это было почти 200 лет назад, фотография превратилась в новый вид искусства. А благодаря техническому прогрессу фотограф теперь может воплотить в реальность любую самую смелую идею. Ученики детской школы моды и телевидения на летней фотосистии не забывали о занятиях, поделившись друг с другом интересными фактами об искусстве фотографии. А знаете ли вы, что слово «папарацци» произошло в середине прошлого века от персонажа кино? А вот в фильме «Ну погоди!» Волк фотографировал себя сам. Американская звезда Ким Карташьян выпустила фотоальбом, состоящий из ее селфи. Знаменитая фотография Эйнштейна с высунутым языком была сделана в 1951 году после празднования нерождения физика. Интересный факт, что человек на фото с друзьями кажется более привлекательным, чем на одиночной фотографии. Внимание! Сейчас вылетит птичка! Так раньше говорили фотографы, чтобы дети на групповом фото смотрели в объектив. Эта птичка была вполне реальной, правда не живой, а латунной. Чтобы проявлечь внимание непосредливых детей, ассистент-фотограф поднимал блестящую птичку. Традиционно считается, что детская фотосессия это самое непростое своеобразное искусство. Детям нужно больше готовиться, чем со взрослыми, но тем не менее результат практически всегда лучше, чем съемки со взрослыми.